Дорогие друзья, сегодня в этом ролике хочу вам рассказать о промышленной мясорубке, об ее возможностях и функционале. В прошлом ролике я снимал видео, как перерабатывал борсучий жир на механической мясорубке. Это очень долго. Ну и зачастую бытовые мясорубки. И когда перерабатываешь дикое мясо, особенно мясо лося, полно в этом мясе жил, хрящей, сухожилий и промышленные мясорубки не справляются. И вот сегодня хочу вам показать и рассказать о такой вот итальянской промышленной мясорубке. Здесь система ножей полный унгер. Сейчас я разберу и покажу, как все это устроено. Сниму лоток, чтобы он не мешал. Так, система ножей унгер. Что она подразумевает? Система ножей унгер более тщательное перерабатывание фарша. Решетка. Двухсторонний нож со съемными лезвиями. Лезвия, режущие с этой и с другой стороны. Вторая решетка, более крупная. Затем второй нож. И решетка подрезная, крупная. Затем идет чугунный шнек. Сама горловина чугунная откручивается. Собирается она вот этим шнеком. Нужно попасть в вал. Еще такой момент. Здесь... Сейчас откручу. Здесь есть вот такая вот резиновая прокладка, сальник. Когда образуется давление, вот эту прокладку может выдавить. И чтобы этого избежать, в этой машинке есть реверс. То есть задний ход. Когда на шнек наматываются жилы, сухожилия, и трудно прокрутить, включается реверс. И тем самым давление в этой горловине снижается. Здесь залито масло в редуктор. Вот здесь есть болт, который закручен. Здесь редуктор погружен в масло. Так, вставляем сначала шнек. Попасть, вот эти вот шлицы нужно попасть, чтобы оно зафиксировалось. Дальше одеваем подрезную решетку крупную. Неважно какой стороны, эти решетки, они двухсторонние. Могут и с одной, и с другой стороны работать. Так, сейчас здесь есть паз такой. Необходимо в него упасть. Дальше идет нож. Нож нужно одевать вот этим кольцом, выступом, всегда вперед. Так называемый бурт. Вот он вот так вот выступает. Буртом нужно одевать его всегда вперед. Затем одевается решетка с большими отверстиями. Второй нож. И решетка с более мелкими отверстиями. Это сборка полный унгер называется. Полный унгер нужен для чего? Чтобы прокрутить фарш мелкодисперсный, чтобы более... Подойдет он для сосисек. Можно паштеты делать. То есть, будет измельчаться он очень хорошо. Чтобы сделать систему полуунгера. Одна-вторая унгера. Для этого мы убираем нож. И вставляем проставочное кольцо. И закручиваем. Это система полуунгер. Здесь как бы фарш будет гораздо крупнее фракции. Так, сейчас я сделаю полный унгер. И покажу, как это работает. Так, сейчас я сделаю полуунгер. Закручиваем зажимное кольцо до конца. И потом немножко его ослабляем. Также можно всю эту систему вытащить для прочистки. Не разбирая. А вот раз. И все. Все, мы вытащили. Надеваем поддон. Ну и сейчас приступим к измельчению мяса. Мясорубка тяжелая. Весит более 20 килограмм. Мясорубка тяжелая. Вот выходит вот такой вот фарш. Производительность этой мясорубки 200 кг в час, но после 20 минут работы ей необходимо минут 15 дать перерыв, отдохнуть. Вот так вот очень быстро, очень эффективно работает. Работает данная промышленная мясорубка. Еще такой момент. По жиру, если прокручивать в ней жир. Мелкие решетки 3-х миллиметровые, которые рассчитаны на приготовление паштета, лучше не ставить, потому что образуется избыточное давление. Ну вот так вот, друзья, вот такой вот фарш получается на данной мясорубке. Вот такая классная вещь. Всем пока!